красиво мать его жить ребята не запретить какого хрена настолько дерзкая тачка сам пока не могу даже в душе ответить себе на этот вопрос я не не был ни разу в раю но очень похоже ребят вопрос откуда мать его габар деньги ответ дорогие зайчики ну что новый выпуск я безумно рад видеть каждого из вас и сегодня я вам обещаю ну по-настоящему крутой выпуск мега информативный эпичный да и вообще чё у меня не бывает других ребятки собрались а я отвечу на наболевшие вопросы когда игры габара и как тебе в них принять участие где жесть габар где сопли мясо и кровь вы узнаете сегодня ответ на этот вопрос пор со столи рову когда черт возьми один из нас пойдет по канату один пойдет точно сколько зарабатывает честный блогер такую информацию когда-нибудь слышали с пруфами скринами фактами сколько черт возьми ты зарабатываешь последний самый главный вопрос черт возьми я купил себе тачку красиво мать его жить ребята не запретишь ох ребятки ну что мы с вами отправляемся в интереснейшее путешествие по ответам на вопросы какого хрена настолько дерзкая тачка сам пока не могу даже в душе ответить себе на этот вопрос я вообще сам последний водитель прав у меня нету я думал но надо что-то вроде ну думаю ниссан альмера нормально главное главное же передвигаться согласны но все больше и больше я подумал что надо вылезти из кожи и думаю майбах конечно жестко но надо попробовать я посидел в нем и тут случаем судьбы ребята я сел в rolls-royce я так короче больше отсюда не вышел 18 миллионов это страшная страшная цифра но я подумал живем мы один раз почему бы мне не попробовать это и я конечно не автообзорщик технические данные машины тоже выбирал не я я думал в первую очередь как находится вот тут пассажир это просто нереально ребята ты хоть и не водитель но полностью управляешь всем процессом куда ехать мы и так сами знаем мы с вами не им исключительно вперед на пассажирском месте но я не не был ни разу в раю но очень похожи ребят ребят самое главное самое главное для меня это звездное небо над головой вопрос откуда мать его габар деньги ответ не сразу но давайте разберемся самого начала монетизация сразу цифры последние ролики за 28 дней принесли нам внимание две тысячи семьсот долларов явно не хватит чтобы купить rolls но почему так все печально я вам расскажу потому что когда мы выкладываем ролик youtube просто агрессивно смотрит на любой контент который мы издаем и не монетизирует его то что вы понимали есть зеленая монета есть желтая монета есть отсутствие монетизации что это значит зеленая монета это когда все хорошо ролик подходит всем рекламодателя желтая монетизация это значит что ролик подходит не всем рекламодателям то есть практически никаким чтобы понимали 1 миллион просмотров при желтой монетизации в самом офигенном случае принесет вам 150 долларов то есть мы выпускаем ролик youtube сразу дает нам желтую монетизацию пока мы начинаем большую войну апелляций чтобы доказать что на нашем ролике ничего не происходит то есть татуировка это нормально в это время происходит пиковое количество просмотров и нам возвращают монетизацию когда ее посмотрел уже 1600 700 и дальше youtube убирает монетизацию то ставит монетизацию и по итогу на миллионах просмотров мы зарабатываем по-настоящему копейки сейчас youtube постоянно меняет свои алгоритмы youtube перестал ротировать распространять ролики стал лишать монетизации и стал вот так делать все жестче и жестче свои правила что делать здесь напрашивается ответ на второй вопрос где же под каждый под любой серии можно заметить комментарии такое мне неприятно это читать это первое потому что если вы разумно мыслящий человек то вы понимаете как это все устроено почему удалили первую серию игры габар вы не поверите было задание где нужно минуту двадцать не дышать я закрыл человеку рот и нос чтобы проверить чтобы это было справедливо youtube оценил это как удушение человека и доказать ему что это не так да даже в контексте всего этого он сам не может это распознать вы просто представляете он пишет ролик больше расстроился ладно да но мы идем вперед игры будут жесткие я уже придумал как обойти эту систему но они чуть позже расскажу но хочу поговорить немного ага барабан и еще думаете что это замена играм немного в юмор мы пошли проверили алгоритмы ютуба вложили немерено денег и душу и получился веселый проект ваши негативные комментарии ребят если вам не нравится вы не смотрите я люблю конструктивную критику но когда прямые оскорбления в сторону огромной работы монтажер в сторону работы креативного состава где мы вкладываем душу записываем нереально крутой формат но аналогов нет на ютубе да я даже могу сказать больше я по масштабам но не знаю ни одного шоу на русском ютубе чтобы вы вот так оценивали и говорили если есть прямой негатив оскорбление и прочее значит ты не мой зритель 3 сезон ну естественно не будут ребят это формат который подарил нам вас поэтому будет и 3 5 6 будет куча сезонов мы будем в этом жанре развиваться масштабироваться усложнять и выходить на совершенно новый уровень но не все сразу но сезон за сезоном вы увидите рост вы и так его видите многие конечно против и утверждают что нужно сидеть за столом но это как по мне тупиковый путь мы будем делать интереснее я уверен что многие из вас оценят естественно и найдется и найдутся хейтеры давайте так раз я хочу вернуться к одной теме к спору с лёшей столяровым кто пойдет по канату вы чё забыли про эту тему конечно помню я вам гарантирую что один из нас точно пойдет по канату между высоток кто пока неизвестно но я пока выигрываю поэтому мы сейчас подъедем к алексею поболтаем с ним потом я вам расскажу все про игры потом расскажу вам сколько зарабатывает честный блогер познакомлю вас с нашим офисом и командой а после не знаю но сделался задница алё алексей здравствуйте чё ты как мужик слушай мужик у меня есть два повода с тобой встретиться первый про спор хочу чтобы зрители услышали чё как там потому заинтересованы мы забили или продолжаем и и второе я хочу немножко лёж перед тобой похвастаться я купил себе новые носки ботан я к тебе подъеду буквально через 30 минут ждешь меня хоть я уже вижу лёгко ставил очень интересная его эмоция алексей алексей теперь я полностью могу говорить папа на районе ты охренел это чё за тачка брата нет подожди я не могу понять когда эдвард бил димас из Батайска и все могут а я я вообще все могу чувак ты сказал немного похвастаться но там по телефону ты сказал РОЛЬС мать его РОЙС бруталь я тебе просто рад восьмнашку обе почки я обе почки бруду ну погоди у меня пакеты с водой там тебе не понял жёлтые жёлтые пакеты с водой ну расскажи мне ещё какие приятные новости кроме РОЛЬС РОЙС от того что ты меня ебёшь на ютюбе что ещё брат там вот такой отрыв учитывая что ребята возвращаемся к спору многие спрашивают многие спрашивают где канат вы что забили да до нового года никто не набрал 2 миллиона даже близко откровенно до 200 тысяч хватило всего ерунда нет я могу сказать что шли хорошо шли хорошо тем более ты ты там просто в момент больше 30 тысяч я думал вы просто начали отписываться от меня подписываться на Лёшу я думаю зачем мы это всё организовали это было ребят но надо за свои слова отвечать и один из нас точно пойдёт по канату только теперь это без срока годности ну чё а как понять свою годность как только 2 ляма будет как только 2 ляма будет соперничество есть соперничество есть в смысле там я знаю что ты меня обгоняешь у тебя сейчас по которому если я не ошибаюсь 1 миллион 810 825 я уже вижу Лёшу сполерова в лосинах ближай баба я думаю что достаточно вот это где идеальное такое вот это расстояние между ними от угла к углу я боюсь высоты что это такое я думаю что это отличное расстояние между домами вот такое это досрать да да я буду вот так с тазом стоять Лёша да А, у меня есть зонтик? А, блядь, двери, покажи, делал. Вот это хуйня, конечно, не звучит просто. Знаешь, это реально как в отеле. Может, ты пойдешь нахрен в свой Rolls Royce учет? Да, 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 да. Мы сейчас прыгаем в мой новый Rolls Royce, и я вам расскажу, когда будут игры, и как тебе принять в них участие. Третий сезон игр Габара. Это безумно важный момент для нас и для вас, потому что мы готовим по-настоящему сложный, непростой проект. Когда это произойдет? Я думаю, это будет конец февраля, начало марта. Вы увидите совершенно нечто новое. Хочу сразу спойлернуть. Я очень сильно думаю, что это будут командные игры. Как тебе принять участие в играх? Вот почта. Она будет висеть здесь довольно долго, пока я рассказываю, как попасть на игры третьего сезона. Запиши видос. Запиши искренний видос про себя. Кто ты? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь добиться? Чего ты хочешь от этих игр? Почему ты должен там участвовать? Нам очень важно видеть, как человек будет вести себя перед камерой. Как человек будет коммуницировать с другими людьми. Ты можешь быть максимально жесткий, веселый и отвязный, но когда включается камера, ты дно. Поэтому на эту почту отправляем свои видосы. Я посмотрю каждый из них. Мы соберем лютейшую, лютейшую команду на третий сезон. И я уверен, что мы разорвем ютуб еще раз. Игры Габара это не просто трэш. Это про то, как люди пытаются себя испытать с психологической стороны, с физической, с моральной стороны. И где-то бывает и с точки зрения логики. Что делать с платформой, которая не дает тебе работы? Как вам такие варианты предложения, если спорные моменты? Я не говорю про жесть какую-то отвязную, а про грань. Просто у каждого эта грань своя. У ютуба эта грань. Где-то вон там. Я не знаю, татуировки, ей кажется, за гранью. А про грань человеческих возможностей. Тот человек может позволить сам себе сделать. Мы же про это. Спорные моменты. Я предлагаю выносить в Телеграм. Напишите свое мнение. Нормально ли вообще такая идея? Да и вообще у нас нет паблика в Телеграме, а я думаю, нам есть чем с вами поделиться. Да и вообще бомбежная тема, работать на платформе, которая не дает тебе работы. Это уникальный случай. Вы наверняка заметили, что последний год у нас нету на канале вообще рекламы. Но тем не менее, мы на идеологической подкорке намекаем вам, вот этим человеком, что грядет вполне возможно целая революция. Огромнейшая революция в мире, где контент и грань определяются самим креатором. Она даст возможность каждому из вас делать то, что вы захотите. За это вы будете получать реальные деньги. Я понимаю, что я говорю немного смутно, потому что я люблю интриги. Это интрига. Скоро игры, а прямо сейчас мы подъезжаем уже к офису. Не хочется полить его местоположение, поэтому давайте прямо сразу в нем и окажемся. Ребята, мы прямо сейчас находимся в центре нашего маленького, уютного, домашнего и крайне продуктивного продакшена. И это настольные игры. Кто не знает, мы создали настольные игры, но уверен, что многие подписчики в курсе, что мы создали настольную игру. И этим гордимся, потому что мы единственные блогеры своей настолки. Не только в России, но и в мире я таких не знаю. На лайв-канале мы запустили чемпионат по настольной игре, где каждый из вас может поучаствовать. Просто как удобно вам. Либо вводить подсказка, либо по ссылке переходите на Hard Life. Смотрите новый развлекательный формат, можете сразу после этой серии. Ну, давайте вернемся к вопросу, откуда, черт возьми, Rolls-Royce вполне возможно в складаже игр. А давайте, я вам сейчас все расскажу. Мы заказали 500 игр. Практически все продали. Себестоимость 300 тысяч рублей. 200 тысяч уходят на налоги, обслуживание счетов, на расходники. Мы все это делаем сами и все это делаем в белую. И мы заказали новую партию из 500 настольных игр. Остается 200 тысяч рублей. Пахнет Rolls-Royce? Нет, конечно! Ладно, ладно, я больше вас не томлю и прямо сейчас расскажу, откуда у меня Rolls-Royce. Ну что, пришло время главного ответа на вопрос, откуда же у меня Rolls-Royce? Мне кажется, вот и ответ подъехал. Алло, да? Да, я же говорил, ребят, что мы не рекламируем ставки на спорт. Я не могу понять, я что-то на пидора похож, что ли. Нет. Да, до свидания. У меня к сегодня до сих пор. Ребятки, сегодня это ставки на спорт. Завтра это какие-то пирамиды. Миллион способов, чтобы обмануть вас. Мы выбрали другой путь и гордимся им. И, конечно, нет некого Rolls-Royce. Мать его, 18 миллионов, да вы о чем? Для чего я это сделал? Первое, чтобы закрыть вы этих. Честно, честно. Да почему бы и нет? Я хотел, чтобы каждый из вас услышал ответ на вопросы, которые вы бомбите в комментариях. Чтобы вы просто послушали внимательно, как делается контент. Всей душой, как переживается за каждый просмотр, за каждую монету. И во всей этой сфере быть еще и честным. Да блин, это клево. И клево, что вы это цените. Поэтому, блядь, меня не следило за кликбейт. Почему бы и нет? Что, пришло время ехать смотреть локацию на игры третьего сезона. С вами был Габар. Люблю каждого из вас. Целую. Пока.